Что такое любовь в себе? Вот сегодня девушка задала мне этот вопрос. А что такое любить себя? Я говорю ей, полностью принимать себя. Итак, любовь в себе – это полное принятие себя. Что это означает? Вот большой живот. Девушка говорит, как я могу принять себя? У меня большой живот, я его ненавижу. Я говорю, то есть ты считаешь, что живота не должно было быть? Она говорит, ну да. Я говорю, хочешь сказать, что вся ответственность на том, что у тебя появился живот на животе? Ты уверена в том, что вся ответственность на теле? То есть в ее сознании тело как-то само по себе, она как-то сама по себе. В ее сознании тело обладает каким-то своим сверхъестественным магическим правилом. Когда она берет ответственность за свое тело, я задаю следующий вопрос. Хорошо. Это ты создала это тело. Это ты сформировала даже вот такой живот. И тебе зачем-то было важно именно иметь вот такой живот. Зачем ты сама наделила свое тело способностью накапливать жир? Зачем ты сама наделила тело способностью? И тут мы находим причину. Она говорит, ну мама у меня такая была. Это генетика. То есть теперь мы видим, что девушка сворачивает ответственность на генетику. И вот так я ее по кругу водила до тех пор, пока она не взяла полностью ответственность. Я говорю, так что такое любовь? Это принять, что я сама создала вот такое тело. Это принять, что если я создала вот такое тело, я смогу создать и вот такое тело. Любить себя – это осознавать, что я сама создала то, что мне не нравится в своем теле. Тогда, если я создала это тело, то получается, я обесцениваю свое творение. Конечно же, когда мы осознаём, что мы сами сотворили, первая реакция на всё это идёт очень простая. Чувство вины. Как я мог это создать? Как я создал вот этот живот? Как я создал эти бёдра? Как я создал эти глаза? Как я создал вот это? Как я создал вот это? Но осознанность — это ответственность без чувства вины. Когда мы понимаем, да, я создал этот живот, и у меня были причины. Или я там создал вот такую грудь, или я создал болезнь в своём теле. И у меня были причины, подсознательные причины, Потому что любое улучшение жизни начинается с понимания, что моя жизнь – это результат моих подсознательных желаний. Поэтому любовь к себе, если мы берём эту тему, это первая опора в нашей жизни, это принятие себя. Это принять в себе права и способности, своё право в создании всего, что в моей жизни происходит. Поэтому наша задача – проработать это, проработать некорректные установки. Потому что, может быть, в 17 лет тебе нужны были эти некорректные установки, а когда тебе 30, они же тебе же и вредят. Итак, что такое любовь к себе? Просто так. Это принять себя без условий.